Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня заключительное занятие Университета рабочих-корреспондентов. Тема занятий – борьба с фальсификацией истории коммунистического движения. Идет занятие Алексея Вячеславович Русакул, секретарь медиалогии ЛКРКРП. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие товарищи! Тема борьбы с фальсификацией истории очень актуальна. Я думаю, что все или большинство присутствующих здесь помнят, как разваливался Советский Союз. Примерно с 1986 года на советских людей планомерно, в массовом порядке стала капать ложь о прошлом Советского Союза. Какие только достижения и победы Советского Союза не были оболганы, трудно сказать. Фальсификации было подвергнуто все. И результатом этому послужило то обстоятельство, что люди потеряли ориентиры, утратили свое мировоззрение. В их мировоззрении было временное помутнение. И этим воспользовались проходимцы, которые осуществили буржуазный контрреволюционный переворот 1991 года. Прежде всего, отвлечемся немножечко и вспомним, что история – это у нас наука. Наука о прошлом. А наука – это означает, что ее интересует прошлое, но истинное прошлое. Это с одной стороны. С другой стороны, история всегда была предметом политической борьбы с глубокой древности. И, например, такой историк советский, как Михаил Николаевич Покровский, говорил, имея в виду, конечно, буржуазную, дворянскую историографию, что история ничего иного, кроме как политики, перевернутой в прошлое, собой не представляет. В самом деле, еще с древности было известно, что понятие о прошлом может повлиять на политические процессы. Это было, например, отражено у Томаса Гоббса в трактателе «Левиафан» в середине 17 века. «Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла треугольника равна двум углам квадрата, противоречила чему-то праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, то учение геометрии было бы, если не оспариваемо, то путем сожжения всех книг по геометрии вытеснено». И мы можем еще с далеких времен обнаружить масштабные исторические фальсификации. В качестве примера можно привести так называемый «Константинов дар». Этот документ, который якобы был написан императором Константином, говорил о том, что он дает все права на власть в Западной Римской империи римскому папе Сильвестру и его наследникам. Но, как показало дальнейшее, этот документ был написан не в IV веке нашей эры, а в VIII и связан он был с современными тому времени политическими процессами. Был такой франкский король, Пипин Короткий, предшественник Карла Великого, который для того, чтобы договориться и получить королевское звание, договорился с папой римским о том, что тот ему это королевское звание даст. Но для того, чтобы папа имел право дать такое звание, и появился этот самый Константинов дар. Далее это использовалось еще многократно. Так, великий раскол между католичеством и православием в том числе был связан тем, что римский папа написал письмо Константинопольскому патриарху, в котором он требовал подчинения себе на основании этого самого Константинова дара. Когда католическая церковь подошла к кризисным временам, появилось опровержение в эпоху реформации, был такой известный гуманист и Лоренцо Валло, который примерно в 1440 году написал произведение о рассуждении о подложности так называемого Константинова дара, в которой он впервые в истории осуществил глубокую историческую критику исторического же документа. Он подверг анализу общий исторический контекст, терминология, которая использовалась в этом документе, и доказал, что латынь, который документ был написан, датируется восьмым веком, а не четвертым. Даже провел элементарный статистический анализ текста. При жизни Лоренцо Валло этот трактат опубликован не был, может быть, благоразумным для него, потому что тогда играть с римским папой было чревато. Но трактат не был утерян, и он был опубликован в год начала реформации в 1517 году. Но римско-католическая церковь отрицала подложность этого Константина Вадара до самого XIX века. Другой старой исторической фальсификацией, которая до недавнего времени использовалась, является так называемое завещание Петра Великого, в которой якобы Петр Первый изложил программу завоевания мира из 14 пунктов. Последовательно воюя против одних, потом других, и в конечном счете он должен был ставить Францию с Пруссией, и натравить одних на других, кого получится, победить их, а потом добить оставшегося, и тем самым захватить мир. Эта фальсификация появилась в 1812 году. Она была подготовлена после раздела Польши в конце XVIII века. Говорят, что она принадлежит генералу наполеоновской армии и поляку Соколинскому. И в 1812 году неким лизюром была опубликована книга о росте русского могущества в древнейших времен и до XIX века, в котором это завещание было опубликовано. И после этой публикации она не получила распространение, на него не обратили внимания, потому что политическая конвенктура тогда не очень способствовала. Вся Европа боролась против Наполеона, но политическая ситуация изменилась и заново трактат был опубликован в 1836 году уже с такой легендарной историей, что его некий деятель Деион выкрал из библиотеки Елизаветы Петровны и доставил во Францию. Кстати, кто читал, этот Деион является одним из главных персонажей в книге Пикуля «Белитристической», естественно, а не исторической, «Первом и шпагой». Дальше Крымская война и завещание Петра Великого широко распространяются европейской прессой. Русские историки доказали факт подложности завещания Петра Великого в 70-е годы XIX века и в серьезной исторической литературе с тех пор оно не фигурирует. Но, как только Гитлер в 41-м году вторгся в Советский Союз, германская пресса для оправдания начала войны опубликовала по новой завещания Петра Великого, потому что Гитлер якобы защищал себя от коварных замыслов большевиков, которые ведут ту же самую политику, что и русские цари. А поскольку 14-й пункт гласил, что нужно строить Францию с Пруссией и руками одних победить других, а потом завоевать оставшиеся, это якобы служило оправданием для агрессии. Но и после войны завещание Петра Великого еще употреблялось уже западными публицистами. И можно процитировать. В 80-е годы британский генерал Джон Хейкет цитирует это завещание в книге «Третья мировая война. Нерассказанная история». Не может не быть никаких сомнений в преемственности основных целей русской внешней политики. В 1725 году царь Петр Великий вскоре после аннексии пяти персидских провинций и города Баку и незадолго до своей смерти завещал своим потомкам следующее. Я твердо верю, что государство российское должно установить власть над всей Европой. Вы должны всегда расширяться в направлении Балтийского и Черного морей. Вы должны стараться приблизиться к Константинополю и Индии, продвинуться так далеко, как только возможно. Вы должны стремиться к господству на Черном море и стать хозяевами Балтийского. Это наиболее важно для наших будущих целей. Вы также должны сделать все возможное, чтобы спровоцировать распад Персии как можно скорее и открыть пути через Персидский залив. В 1985 году мистический абсолютист Петр Великий мог бы признать, если бы он был в курсе дел, что диалектико-материалистические узурпаторы в Кремле сделали эту работу довольно неплохо. Следующие моменты, связанные с фальсификациями, в которых существуют десятки, сотни или тысячи, следует, наверное, назвать для примера фальсификацию со связью Ленина и большевиков и германского генштаба. Как появилась эта фальсифика? 1917 год. В Петрограде находится с визитом французский министр Тома. Июльские события. Большевики терпят в этих июльских событиях временное поражение, уходят в подполье и Тома говорит временному правительству, а что вы не используете тему, что большевики являются немецкими шпионами, во Франции к тому моменту существовала очень сильная германофобия, многие французы сидели по подозрению в связях с немцами, многие были расстреляны только по малейшему подозрению вне зависимости от того, являлась ли связь с немцами реальной или она была фантастической. Временное правительство объявило большевиков русскими шпионами, но никакой документальной базы не могло быть и все это дело так и ушло, спустилось на тормозах, ничего не было не найдено, ну а через пару месяцев большевики оправились от поражения июльского и тема была закрыта. Но враги они остались и за тему ухватились. Был такой либеральный публицист Фердинанд Синдовский, который стал заниматься фальсификацией документов. И у него были для этого материально-технические возможности. У него была своя типография, свой персонал и он стал фальсифицировать исторические документы. Изготовил бланки германских учреждений, и на бланках стал писать достаточно похожие на правду документы. Первую порцию он опубликовал в декабре 2017 года в Ростове на Дону. Вторую порцию документов он сумел продать за деньги американскому полковнику Синсону под легендой, что мощная контрреволюционная организация сумела сфотографировать документы из архива большевиков во время переезда советского правительства из Петрограда в Москву в 2018 году весной. И этот Синсон в конце 2018 года эти документы опубликовал в Соединенных Штатах Америки. Синсон продолжал кальсифицировать эти документы, но следующие порции, которые сейчас известно, были изготовлены, он уже никому продать не смог, потому что сомнения в их подлинности были еще тогда. Подложность этих документов была убедительно доказана уже в советское время историками Старцевым и Соболевым. Старцевым в книге не написанный роман Фердинанда Синдовского и Соболева «Тайный союзник». Был исследован весь корпус документов, было показано, что несмотря на большие старания и достаточно неплохой уровень подделки, эти документы подложены, потому что все равно фальсификаторы на чем-то прокалываются. То ли они неправильно пишут название германского учреждения, то ли у них там со шрифтами подделано, так или иначе убедительные доказательства фальсификации историками доказано абсолютно достоверно. Но эта фальсификация еще наверняка будет в ходу, потому что она политически выгодна любым буржуазным кругам. следующий момент, который хочется сказать, что конечно фальсификация истории продолжается, и она идет в том числе и путем непосредственного подлога документов. если вы помните, в 2010 году Виктор Илюхин незадолго перед смертью выступил с видеообращением, в котором заявил о том, что к нему вышел на связь неназванный им представитель, который утверждал что занимался в период с 1991 по 1996 год по заданию из администрации президента Ельцина в составе большой группы профессионалов фальсификацией исторических документов и подлогом их исторический архив. В частности, Илюхин показывал дело с грифом «совершенно секретно», в котором содержались подложные документы не все, а некоторые, показывал штампы, оттиски, аппаратуру, средства для нанесения подложных подписей, выполненные на профессиональном уровне. и Илюхин предложил заняться парламентским расследованием этого дела, но, к сожалению, дело не пошло, потому что он умер в ближайшее время, и года не прошло после этого. И мы можем ожидать, что вот эти документы могут когда-то всплыть с претензией на подлинность. Но фальсификация истории это не только прямой подлог. Фальсификация истории это гораздо чаще вырывание исторических фактов из контекста, из общей связи исторических событий. И таких фальсификаций гораздо больше, чем случаев прямого подлога. Ну, если брать совсем смешные фальсификации, так это вот то, что Путин заявил недавно о том, что Ленин создал современную Украину и подложил этим самым бомбу под российскую государственность. Ну, уважаемый Владимир Владимирович. Когда жил Ленин? Ленин жил сто лет назад. И государство, которое он создал, существовало очень долго после его смерти. Оно выдержало такие испытания, в том числе Великую Отечественную войну, которую еще далеко не каждое монолитное государство выдержит. И в том числе испытания выдержала дружба народов Советского Союза, которая и выросла именно благодаря ленинской национальной политике. Логично было бы тогда заявить, что бомбу подроссийского государственных заложил Ярослав Мудрый, который единое древнерусское государство защищал своим потомкам, разделив его на отдельные княжества. Гораздо более сложные фальсификации бывают, когда какой-то факт вырывается из общей связи исторического процесса. Я хочу рассказать о советско-германском договоре о ненападении или как теперь его принято называть факт Молотова Либбентропа. Если мы послушаем современных либеральных историков, то мы услышим, что значит злодей Сталин заключил договор с Гитлером для того, чтобы поделить Европу. И такой подход примитивный он имеет хождение на Западе более того, более того, в 2019 году 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. И в которой сказано, что подписание факта Молотова и Риббентропа поделило Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами и проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Вот. Если мы возьмем и выдернем сам факт подписания, то, конечно, можно сказать, что Сталин не знал, что Гитлер тиран и злодей. Знал. Значит, но если мы поместим в исторический контекст это событие, то мы можем заметить следующее, что Вторая мировая война, она началась фактически по двум причинам. не были решены задачи Первой мировой войны. Мир был не переделан и не переделан до конца по результатам Первой мировой войны. С одной стороны. С другой стороны появилось первое в мире государство рабочих и крестьян и оно служило фигурально выражаясь красной тряпкой для буржуазии всего мира. И буржуазия всего мира ненавидела Советский Союз. И было понятно, что мировая война начнется еще. В 1925 году Сталин выступая на 14 съезде ВКПБ отметил следующие факты. Значит был принят план Дауэса с одной стороны в 1924 году, который с одной стороны обеспечивал ускоренное развитие германской промышленности для того, чтобы Германия смогла выплатить репарации европейским странам Англии и Франции, а Англия и Франция смогла бы расплатиться за военные кредиты перед той же самой Америкой. А с другой стороны в 1925 же году были заключены так называемые соглашения в Лакарно, которые фиксировали незыблемость западных границ Германии, а по поводу восточных границ Германии такой незыблемости зафиксировано не было. И это было расценено явно как приглашение к восстановлению и к агрессии Германии на восток. Английский, французский и германский империализм явно подталкивали к тому, чтобы Советский Союз был уничтожен в дальнейшем руками Германии. И если мы возьмем и проанализируем речь Сталина на 14-м съезде в КПБ, мы увидим, что Сталин понимал, откуда идет опасность. Он так и прямо говорил, блокарнот чревато новой войной Европе. Поскольку закрепление за Германией статуса потери территории и колоний, а также необходимость выплаты 130 миллиардов золотых марок равносильно сохранению послевоенного статуса КВО побежденной страны. Думать, что с этим положением помирится Германия, растущая и идущая вперед, значит рассчитывать на чудо. Еще одна цитата из доклада. Английские консерваторы думают и статус КВО сохранить против Германии и использовать Германию против Советского Союза. Не слишком ли многого они захотели? И далее. Лакарно есть план расстановки сил для новой войны, а не для мира. Сталин понимал в 1925 году направление, куда движется история. Политический отчет Центрального комитета декабрь 1925 года рекомендую ознакомиться. В этом же 1925 году Гитлер публикует всем известную книгу, в которой он пишет «Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцу в сторону территории, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены». И значит события развиваются, время идёт вперёд, в конце 20-х годов развивается кризис капитализма всеобщий и подготовка к войне парадоксальным образом ускоряется, поскольку экономический кризис всегда подталкивает и чреват новой войной. Война является для империалистических держав попыткой выхода из кризиса. И вот в 1931 году на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности Сталин заявляет «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Еще раз акцентирую внимание, 1931 год. 1941 год ровно через 10 лет. Ситуация в Европе дальше развивается. В 1935 году происходит англо-германское морское соглашение, в котором англичане разрешают Германии восстановить свой военный флот. В 1936 году происходит ремилитаризация Рейнской области. По результатам Первой мировой войны в Версальской системе была по границе Франции создана демилитаризованная зона, в которую германские войска не должны были входить. И вот в 1936 году Гитлер нарушает это соглашение. К тому моменту Германия еще была очень слаба. И французы легко могли задавить военным путем Гитлера. Так или иначе этого не было сделано. после окончания войны на допросе французами Гудериан сказал если бы вы французы вмешались в Рейнской области в 1936 году мы бы проиграли все и падение Гитлера было бы неизбежным. Гитлер когда был жив еще сам говорил 48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область нам пришлось бы речироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы находившиеся в нашем распоряжении были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления. Дальше тот же самый 1936 год Германия заключает антикоминтерновский пакт против Советского Союза заключает она его с Японией. Тогда момент заключения это был только двусторонний пакт. Далее в марте 1938 года Гитлер включает Австрию в состав Германии происходит так называемый аншлюз. Следуя политике умиротворения Германии и направления ее интересов захватнических на восток Англия Франция почти не реагируют на захват Австрии Гитлером. Чимберлен британский премьер того времени в английском парламенте в тот момент заявил что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций. Мы не должны обманывать а тем более не должны обнадеживать малые и слабые государства обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны поскольку мы знаем что ничего подобного нельзя будет предпринять. Напоминаю что западные границы к западу незыблены пока и это было результатом Лакарнских соглашений 25-го года. Дальше происходит так называемый Мюнхенский сговор 38-го года сентябрь в котором Англия и Франция фактически скармливают Гитлеру Чехословакию точнее сначала Судетскую область область Чехословакии которая была заселена преимущественно немцами область в которой был очень большой промышленный потенциал который потом сыграл значительную роль во всем промышленном потенциале рейха и в том числе во время Великой Отечественной войны подписав Мюнхенские соглашения англичане и французы фактически дали понять всем что их слово ничего не стоит их какие-либо гарантии потому что Франция была связана с Чехословакией договором взаимной помощи и обязана была помочь в случае вооруженного нападения Советский Союз в 35 году заключил договор с Чехословакией о взаимной помощи но по тому договору он мог помочь Чехословакии только в том случае если бы помощь оказала Франция но поскольку Франция не предприняла ни единого шага наоборот подтолкнула агрессия Советский Союз не имел никакой возможности помочь Чехословакии все это дело сопровождалось со стороны Англии антисоветизмом в тот момент Чемберлен заявлял что он скорее подаст в отставку чем будет договариваться с советами и как пишут историки лозунг консерваторов которые находились власти в этот исторический период был чтобы жила Британия большевизм должен умереть это их волновало в первую очередь далее если судецкую область Гитлер захватил сразу после Мюнхенского сговора то значит через какое-то время и судьба остальной Чехии была решена уже в марте 1939 года Чехия была захвачена гитлеровскими войсками и на ее месте образовался протекторат Богеевне и Моравия Чешская армия которая рассматривалась тогда значительной военной силой не оказала немцам никакого сопротивления был всего лишь один сорокаминутный бой роты капитана Павлика следует отметить что результатом Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии было и приобретение не только Германия захватила Чехословакию но свою долю добычи получили соседние буржуазные государства Польша получила Чешинскую область и Венгрия получила небольшую часть Словакии и так называемую подкарпатскую Русь в которую например входил Ужгород Мукачева и соседние города которые сейчас в составе западной Украины и вот стремительное продвижение Гитлера на восток такая позиция западных держав на какие мысли должны были наталкивать советское руководство Надо сказать что начиная с начала 30-х годов Советский Союз активно включился в так называемую борьбу за коллективную безопасность и до самого последнего момента пытался заключить соглашение с Англией и Францией но только соглашение которое было бы обеспечено какие-либо гарантиями и вот после захвата и раздела Чехословакии весной 39-го года начинаются переговоры долгие переговоры между англо-французской делегацией и советской переговоры проходят в Москве с очень большим трудом договариваются о каких-то основных положениях по политической части и значит должна была быть военная часть этих договоров одновременно в Лондоне идут тайные переговоры германцев с Великобритании и об этом с одной стороны и о настроениях британского руководства связанных с тем что делегациям дана инструкция максимально затягивать время и не идти ни на какое соглашение с Советским Союзом обо всем об этом докладывает Сталину кембриджская пятерка Ким Филби и другие известные деятели в результате в августе месяце приезжает на сначала на пароходе потом на поете самым медленным видом транспорта англо английская и французская делегация и если у француза генерала Думенко какие-то полномочия на ведение переговоров но не на заключение соглашения все-таки были то англичанина не было вообще никаких полномочий ни на что тем не менее даже в этих условиях советский союз продолжает переговоры с англичанами и французами дальше следует сделать маленькое лирическое отступление и вспомнить о том что происходит в этот момент на востоке я скоро закончу в этот момент идет конфликт у реки Халкингол по нынешним временам это не просто там какой-то маленький конфликт это достаточно это полноценная война в которой с обеих сторон тысячи погибших участвуют сотни танков сотни самолетов и значит к моменту начало двадцатых чисел советский союз вот переходит в наступление и 23 числа происходят решающие бои у реки Халкингол а мы знаем что значит с 31 война с 31 года идет война агрессия Японии в Китай японское правительство не скрывает своих колониальных планов на захват Дальнего Востока вплоть до Западной Сибири И вот 22 число августа 39 года значит Гитлер пишет письмо Сталину что Гитлер сам пишет письмо что он хочет заключить соглашение о ненападении дело заключается в том что само по себе соглашение о ненападении было у Гитлера не только ну уже со многими странами был договор о ненападении между Германией и Польшей договор о ненападении между Германией и Данией англо-германская декларация 38 года тоже о ненападении франко-германская декларация 38 года заключенные сразу после Мюнкинского разговора и в этих условиях в этих условиях было ну об этом было напечатано в правде что к нам едет Риббентроп и Риббентроп приезжает и за день буквально в ночь с 23 на 24 число заключается договор о ненападении в котором собственно говоря достаточно простые пункты о том что ни одна страна на другую нападать не собирается и уважают взаимные интересы друг друга в самое общее положение значит к нему был подписан сейчас многие историки склоняются что он все-таки реальный документ секретный протокол где все тоже все не так как об этом писали что вот Сталин и Гитлер делят Европу а просто значит что в сферу интересов Советского Союза входит Эстония Латвия Финляндия часть Польши к востоку от линии Керезона примерно а линия Керезона я напомню это линия которая была проведена там где украинцев и белорусов было в процентном отношении больше чем поляков вот и Бессарабия значит это соглашение подписывается более того это соглашение не предполагало даже отказа от дальнейшего соглашения с англичанами и французами но так или иначе значит английская и французская делегация возвратились к своим местам значит в результате что получилось значит с одной стороны к 26 августа через несколько дней после заключения договора наши закончили основные бои у реки Холхенгол но для Японии и для антикоминтерновского пакта это было таким ударом поскольку японцы строили свои прогнозы на совместную войну с Германией против советской России и заключение договора о ненападении означало провал политики находившегося в то время власти правительства в Японии оно через несколько дней было вынуждено уйти в отставку и власть в Японии получила так называемая морская партия то есть военный бюджет стал перераспределяться в пользу преимущественного развития морских сил и Япония свои экспансионистские планы стала направлять уже не на захват сухопутных территорий в основном континента а на захват территории в Тихом океане и на курс на будущую войну с Соединенными Штатами прямым следствием опять же договора о ненападении стало то что в апреле 41 года было заключено советско-японский договор о ненападении в котором было четко прописано что в случае войны Япония не вступит в войну на стороне Гитлера и японцы собственно говоря так и не вступили и мы не воевали на два фронта во время Великой Отечественной войны а только на один это с одной стороны с другой стороны ситуация в Европе после заключения договора о ненападении Гитлер 1 сентября начинает нападение на Польшу к моменту примерно 17 сентября польская армия уже разгроблена правительство уже покинуло Варшаву его не существует и только после этого только после этого Советский Союз начинает освободительный поход советской армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины и спасает тем самым белорусов и украинцев от гитлеровского геноцида и это же самое приводит к тому что в войну с Гитлером вынуждены вынуждены вступить сначала Англия и Франция В результате мы пришли к ситуации при которой при которой Советский Союз оказался в условиях когда он уже воевал не один а в составе антигитлеровской коалиции когда Гитлер напал на Советский Союз с одной стороны и с другой стороны он воевал на один фронт а не на два у нас была война только с Германией и европейскими союзниками а параллельной войны с Японией не было если бы не заключение этого пакта в той исторической обстановке я боюсь что у нас было бы не просто тяжелая ситуация в 41-м году а была бы катастрофическая ситуация и неизвестно встретились бы мы сегодня в этом зале или нет и вот с учетом вот этого контекста договора о нападении между Советским Союзом и Германией выглядит совершенно иначе по сравнению с выдернутым фактом да и с неким разделом Европы между Сталином и Гитлером а существовало а существует еще целый ряд контекстов которые я здесь не упомянул это прежде всего то как Европа совместными усилиями Соединенными Штатами Америки развивало немецкую экономику следующий контекст о повсеместном развитии фашизма в Европе и в Соединенных Штатах Америки фашизм мог прийти к власти и в Англии и в Соединенных Штатах с учетом всего этого деятельность нашего советского руководства на дипломатическом фоне выглядит не просто хорошей уже одно это было залогом для спасения Советского Союза во время Великой Отечественной войны и в качестве итога что собственно говоря делать чтобы значит не вестись на фальсификации истории прежде всего мы как коммунисты должны историю изучать это раз два это мы должны обладать диалектико-материалистическим мировоззрением и развивать его у своего класса у пролетариата и и третье ну мы сами должны последовательно проводить классовый подход к явлениям общественной жизни в том числе и нашей истории спасибо вопросы значит вопрос следующий что можно сказать о роли фальсификации в современной информационной войне ну я уже частично сказал что без фальсификации никакая информационная война невозможно если и эта информационная война она опять же она опирается как на прямые подлоги и прямые искажения фактов ну если у нас сейчас всем известные события специальные военные операции события в Буче это откровенная фальсификация со стороны фашистского киевского режима но западные средства массовой информации ее преподносят как исторически достоверную и это влияет на политические настроения политическое поведение западных обывателей и любые другие фальсификации примерно ну тем же путем действуют спасибо вопросов нет есть записавшиеся на выступление товарищ вилянин пожалуйста тема лекции борьба с фальсификацией истории коммунистических движений хотелось бы быть ближе к теме коммунистическое движение актуально с тех пор как у нас произошла контрреволюция в стране 91 93 года и ее ведет уважаемая российская партия рабочих и РКРП целый год мы много сказали друг другу объяснили пояснили спасибо большое сегодня последняя лекция и расставаясь хотелось бы уточнить три момента фальсификации в коммунистическом движении которые моменты доложены нам теоретически пусть не обижается рабочая партия дружбы дружбой а правда правдой добачок в рост не перебивайте итак три момента часто повторяется истина дескать политика есть концентрированное выражение экономики Ленин опроверг не сошлюсь точно на полное собрание сочинений но на издание сошлюсь потом Ленин пишет так политика есть концентрированное выражение экономики политика не может не иметь первенства перед экономикой то есть без политического завоевания власти никакого развития экономики социалистической не может быть и значит мы много раз слышали здесь что нужно развивать экономику чтобы пролетариат поднялся чтобы там законодательство усовершенствовать и так далее и так далее без политического завоевания власти пролетариатом никакого улучшения положения рабочих развития социалистической экономики что выпрашивает у правительства Зюганова быть не может значит и партия рабочая российская и РКРП должны озаботиться в первую очередь политической борьбой за восстановление власти коммунистов коммунистическое движение должно не забывать об этом второе якобы услышали мы здесь что коллективные договоры заключенные у многих работодателей будут основанием для того чтобы внести изменения в законодательство в трудовой кодекс и отшлифованные они улучшат положение рабочих Ленин говорит о том что если политическая власть не в руках пролетариата ни о каком законодательстве ни о какой шлифовке государственной власти ни о каком шлифовке ни о каких шлифовках трудового кодекса речи быть не может если политическая власть в руках пролетариата тогда занимаемся этой шлифовкой и коллективные договоры и стачки на отдельных предприятиях и возвращение стачки даже тогда он говорил во время НЭПа в 21 году становится снова актуальным именно на отдельных предприятиях именно как шлифовка но если политической власти нет в руках пролетариата то первая задача это завоевание политической власти третье утверждалось здесь что всеобщая политическая стачка это глупость что не было никаких стачек накануне Октябрьской революции Михаил Васильевич Попов иронично заклинил это в соответствующих лекциях еще раз хочется сказать что мощная стачечная волна была накануне Октябрьской революции 17-го года и она была началом революции как в 905-м году так и в 917-м году так что всеобщая политическая стачка является актуальной задачей рабочего класса политических партий РКП, КПСС и Российской рабочей партии и если бы она была собрана была бы отработана была бы в практике нашей страны как она во многих странах существует во Франции в Германии в других странах то вместе с событиями на Донбассе прибавились бы они к красным флагам в ДНР и возможно восстановление власти коммунистов в стране стало бы реальностью было бы чему соединяться это бы также прибавилось и к событиям в Казахстане и к событиям на Украине сейчас нет чему как бы ничего соединять и это большой урон расставаясь вот в конце а да и последнее самое главное за что спасибо рабочей партии в их народной правде номер 9 за 2021 год истина написана о том что бастуя рабочие создают советы наконец-то какое первое слово бастуя рабочие создают советы вечные напоминания о том что нужно создавать советы нужно создавать советы имеют важную поправку что бастуя и конечно же речь идет не об одиночной забастовке на одиночном предприятии а о всеобщей политической предприятии и тогда будут созданы советы я рекомендую придерживаться темы лекций а не говорить вообще будем решать словом так я остановлюсь на двух моментах во-первых хотел бы поддержать критику Алексея Вячеславовича буржуарные деятели российские которые пытаются собственные беды сварить на голову мучевиков Ленина и дополнить Советский Союз как союз Советско-Социалистический фреспублик он имел в голову экономический фундамент политический у нас какая собственность была общественная которая объединяла людей а не разъединяла экономика у нас была какая единый народно-хозяйственный комплекс все работали на всех и улучшали свое положение в социальном сфере нас было без класса общество в основе своей не было антаргонистических классов антаргонистических непримиримых противоречий именно на такой основе Советско-Социалистический республик успешно подвивался что касается нынешней проблемы так они проведены капитализм на какой основе экономического капитализма частная собственность которой разведение классов антаргонистические классы антаргонистические с непримиримыми классами противоречий и все что творится это же порождение капитализма его высшей последней стадии империализма вспомню Ленина крылатую фразу что союз загружающих государств империалистических это лишь временные перелищи между войнами и фашизм известное появление порождение эпохи империализма политика наиболее реакционных наиболее шаминистических кругов финансовых капиталов это первое а по второму гунду я хотел бы не согласиться не с Алексеем Славовичем не с усупашь товарищ смирянец сейчас у нас на дворе как он 2022 год поэтому то что произошло контрреволюция в СССР это уже история приличная прекрасная так вот у нас когда произошел контрреволюционный период в 1961 году а затем начался переходный период от коммунизма к капитализму который завершился в начале 90-х а вот точки зрения их кстати очень много если почитать программы партии КПР объединенные коммунистические партии других там были с конца 80-х годов начале 90-х и так далее так вот эти мнения точки зрения можно расследить как фальсификации истории коммунистического движения спасибо я время вложился вам заключить на слово я все-таки позволю себе не согласиться с товарищем Галко по поводу его формулировки времени контрреволюционного переворота если мы считаем самым важным моментом в оценке общественного строя отношения собственности то мы отнесем время контрреволюции к 91-му году а если мы сторонники юридического ну как это не хотелось бы употреблять в таком этом самом но бывает парламентский кретинизм а бывает юридический кретинизм вот убрали мы из документа диктатуру пролетариата и она тут же исчезла она не исчезла в 61-м году по своей сути и собственно вот этот подход и проводит российская коммунистическая рабочая партия чего все спасибо дорогие товарищи семестр у нас заканчивается так что наступают каникулы традиционно желаю во-первых вам набраться сил и здоровья во-вторых использовать каникулы для изучения вопрос классиков марксизма и низма до встречи оттеки до встречи до встречи Субтитры создавал DimaTorzok